Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, начиная разговор о книге пророка Иеремии, мы обратимся к первой главе. В первую главу книги, помимо, собственно, заголовка, сообщающего некоторую минимальную информацию о пророке, в первую главу, похоже, вынесены наиболее существенные сведения о призвании пророка. Возможно, что специально помогавший Иеремии систематизировать эти пророчества его ученик Варух специально помещает именно здесь сведения о призвании пророка, чтобы мы могли понять, с кем, так сказать, имеем дело, чьи слова мы дальше будем читать и откуда у пророка та власть, с которой он обращается к своим слушателям. В надписании книги сказано, что это слова Иеремии, сына Хелкии, из анафовских священников. И здесь говорится о том, что Слово Божие было к нему во дни Иосии, царя Иудейского, с 13-го года царства Неосии, и до переселения Иерусалима, имеется в виду изгнание пленных Иерусалима в 586 году. Пророк говорит о своем призвании следующим образом. «Было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». Смотрите, во-первых, Бог говорит Иеремии о том, что у него, у Бога, был заранее замысел об этом человеке, прежде чем я образовал тебя в очреве, я познал тебя, осветил тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, пророком для народов поставил тебя. Вот у Бога есть некоторый замысел об этом человеке, и обратите внимание, для Иеремии характерно, Бог не спрашивает его. Это не так, как Исайя двумя столетиями, полутора столетиями раньше, которому Бог, так сказать, в пространство Иерусалимского храма говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. И Исайя там говорит, вот я, пошли меня. Здесь нет, ты пойдешь. Я заранее все решил, прежде чем я тебя образовал, прежде чем ты вышел из утробы, я пророком для народов поставил тебя. Для Иеремии это очень непростая вещь, потому что быть этим пророком для народов для него трудно, мучительно иногда трудно, довольно страшно. Это часто приводит его на грань гибели. Это служение отнюдь не сахар. Но вот тем не менее, такова воля Божия, таков замысел Божий. И дальше Иеремия, собственно, говорит Богу, Господи, я очень молод, я еще молод. И в самом деле, по, скажем, условно-оптимистичным оценкам, ему в это время около 20 лет, а возможно, так и того меньше. И, как вы понимаете, в восточном обществе, не то чтобы совсем прямо геронтократическом, не как Советский Союз, но все-таки в обществе, где основное почтение внимания оказывается более пожилым людям, что и называют почтенным возрастом, вот такое служение для юноши чрезвычайно трудно. Но Иеремия свидетельствует о том, что Господь ему сказал, не говори, я молод, не важно это все, кому я тебя пошлю, к тому пойдешь. Все, что тебе повелю сказать, скажешь. Все, что тебе будет велено сделать, сделаешь. И не бойся, потому что я с тобою. И это, конечно, совершенно новозаветное выражение. Не бойся, потому что я с тобою. При этом, обратите внимание, дальше пророку будет говорить о своем народе, о своем классе священников. Очень и очень страшные, трагические слова. Но о нем самом Бог говорит, не бойся я с тобою, потому что для Иеремии может быть впервые с такой ясностью. Бог – это не коллективное божество древневосточных народов, а это личность и личностный Бог, которому служит лично пророк. Вот отношение с Богом от лица к лицу, от сердца к сердцу. Не от лица к толпе, а от лица к лицу. И это действительно очень важно. Не бойся я с тобою, говорит Господь пророку Иеремии. Вот я вложил слова мои в уста твои. Отчасти это напоминает призвание Исаии, где Серафим углем касается и очищает уста пророка. Вот так здесь простер Господь руку свою, говорит Иеремия, коснулся уст моих и сказал, я вложил слова мои в уста твои. Таким образом. И Господь и пророк знают, что слово, которое произносит Иеремия, это слово самого Бога. А для тех, кто его услышит, что ж для них предстоит убедиться в справедливости этих слов Божьих, в справедливости этого свидетельства, по тому, насколько они будут в состоянии услышать в Слове Божьем правду. И вот Господь говорит Иеремии, удивительные тоже слова в 10 стихе, я поставил тебя в этот день над народами и царствами. Царство в данном случае имеется в виду не столько территория, заселенная определенными людьми, сколько сама по себе государственная структура, властвующая на земле. Вот над народами и над этими всеми государствами поставил Бог пророка, потому что пророк важнее. Вот, и он говорит, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Губить и разрушать, созидать и насаждать. Вот задача пророка – менять жизнь вокруг себя. И, кстати, это находится в поразительном контрасте, скажем, с призванием пророка Езекииля, которого Бог призвал меньше, чем через сотню лет после Еремии, которому Езекиилю Бог говорит, пойди и скажи народу моему, будут они слушать или не будут, но пусть знают, что был пророк среди них. Нет, Еремия, он говорит, ты должен губить и разорять, созидать и насаждать, строить и менять жизнь вокруг себя. И это чрезвычайно трудная задача для Еремии, потому что, во-первых, он не обладает никакой реальной властью, а во-вторых, говорит вещи, с которыми никто не хочет соглашаться, даже при том, что это правда. Следующая часть первой главы посвящена тому, что время исполнения Слова Божьего, время исполнения пророчества приближается. Вот Слово Господне, как росток ожидающей весны, готовый покрыться листьями при первых буквально звуках капели, когда только-только начнет повышаться температура. Так относились к миндальному жезлу. Вот это Слово Божие, которое вот-вот должно распуститься. И еще одна важная вещь, которую здесь говорит Господь, пророку о том, что от севера бедствия откроются на всех обитателей земли, земли Израиля имеется в виду, и над ними Бог произнесет суд за все беззакония их. За все беззакония их. Что же это такое? Что конкретно имеется в виду? И вот здесь в конце первой главы Господь перечисляет, говорит подробно о вине Израиля, за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. Всегда пророки обращают внимание на абсурдность поклонения идолам еще и потому, что это дела рук человеческих. Вот они оставили меня и поклонялись делам рук своих. Это явный признак безумия, и это предательство Бога, которое Бога оскорбляет. Поэтому он говорит, Иеремей, припаяшь чресло, встань и скажи им все, что я тебе повелю. Не молодушествуй, потому что я тебя поставил столбом, укрепленным городом, против царей Иуды, против народа земли сей. Ладно бы против царей, так еще и против народа земли сей. И это тоже ведь на самом деле очень важная вещь. То, что цари легко могут превращаться в язычников, довольно очевидно. Больше того, большой вопрос, могут ли цари не быть язычниками, но в самых разных культурах существует тенденция обелять и оправдывать народ. Масса, как говорили большевики. Вот такое, знаете, еще до всякого большевизма во второй половине 19 века такое слегка украшенное розовыми соплями народничество, оно было очень популярно и казалось возвышенным и так далее. Вот нечто прямо противоположное. Здесь мы видим, Бог говорит Иеремии, ты будешь столбом против царей Иуды и против народа земли сей. Они на самом деле друг друга стоят. Это важная очень вещь, которую мы, может быть, можем заметить и в книгах других пророков, но у Иеремии вот это вот обличение именно народа Божьего становится одним из лейтмотивов. И Господь говорит ему, они будут радовать, ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, потому что я с тобою.